здравствуйте с вами сан миколенко последние годы на беларуси набирает тенденция мода на хурму на хурму ну я как бы не иду первом эшелоне я считаю что я немножко подостал и тем не менее здесь виргинская это стопроцентная виргинская вот это не прививка на обратный рост и на ней видите уже привиты разные сорта привиты разные сорта что-то принялось что-то не принялось декабрь месяц но пока плюсовая куда я на зиму не буду принципиально то есть я посмотрю что из этого получится потому что я сторонник выращивать только в открытом грунте никаких теплиц никаких каркаса никаких укрытий для этого меня есть база а его оя извините не его а хурма виргинская то есть семечко которое я вы съел и получил в этом году ну где-то тысячи три я получил подвоев сейчас перейду откомментирую дальше а его относится к роду эбеновые или черное дерево так называемое значит вот первый сорт получился классический подвой вот по 50 штук повязано не по 100 смотрите какие пачки у нее стержневой корень явно выраженный и тенденция такая нежелательно его подрезать сильно вот остался еще второй сорт ну как бы было вот такие по рублю по 50 копеек разница видите были по 30 копеек те разобрали но я был уверен что как бы эта тема беларуси и будет хорошо брать очень со скрипом очень со скрипом весь вопрос том питомниководы задают вполне логический вопрос а ты мне можешь обеспечить черенки сортовых я отвечаю нет поэтому чтобы немножечко догнать вот я то что привил это одно я купил вот купил значит это двухлетние саженцы привитые но человек который выращивает который снабжает все супермаркеты чуть не по не по беларуси скорее всего она ну там я же не могу его там допрашивать говорить он не хочет она трилюется из краснодарского края в данном случае это хурма никитская бордовая сорт неплохой если опять же ничего не напутано привита смотрите на высоте 20 сантиметров но меня напрягает подвой правда добиться я не смог солнце на человеке не знает он как бы хороший бизнесмен но не настолько силен садовник как я понимаю значит скорее всего это 50 на 50 что она привита на кавказской хурме краснодару якобы работает на кавказской хурме это все так домыслы рассуждений так далее значит что приобрел ее очень дорого ну люди умеют цену лупить я вот за то сажение создавал 50 белорусских рублей за один но тем не менее я ее видел в теплице как она стояла на некоторых были контрольные плоды человек назвался но я достал день из кармана взял потому что мне нужен мне черенок хватит не на перспективу не хватит их это уже второй вопрос это не одна допустим если сравнить сорт россиянка и никитская бордовая предпочтение отдал никитской потому что она более ранее для белоруссии россиянка я думаю не всегда будет вызревать такое меня как бы ну сомнения закралась и дальше то что я говорю центральный корень вот ну ему же не раз критиковали он отжал как бы с этих супермаркетов этот человек и брестских и пешников которые поставляли ну не именно хурму другие там саженцы груши яблони и тем не менее берешь вроде красиво человек покупает я взял смотрите сюда видите что делается да она промучилася кормилась в горшке стержневой корень подрезанный жестко чего как бы для хурмы делать нежелательно так она живое и сейчас мы с вами срежем посмотреть живой ли корень или гнилой дальше ну вот пожалуйста гнилой видите зашо дедушка платил но назад я уже тоже предъяву не повезу я такой человек но зуб нарисуем если шо видите вот все возможно тут еще есть часть живого мне удастся сохранить ее и что-то как бы что-то ну попытаться ее ее как бы оживить вот такие вопросы возникают вот такие саженцы вы покупаете в супермаркетах здесь видно вот что вот окулировка была один раз видите она не прижилась потом был это в этот же год или во второй вторая окулировка ну шрам от ножа все есть но такие корешки ребята но я не называю как бы все-таки по человечески вот я ж таки дошел до живого а может даже полу живого но непонятно непонятно видите что остается но остается ее сейчас закопать глубоко от мороза попытаться спасти что-то восстановить но интересно вскрыть остальные еще посмотреть вскрыть остальные а здесь вот смотрите две трети корня первые годы одна треть прироста так устроено по биологии это не только хурма все деревья его именно сеянец он тянет корень туда на тот свет чтоб тянуть тянуть есть всасывающие корешки если их качественно сейчас сохраню на зиму от мороза посажу естественно вот вами почему у меня спрашивает почему вы не садите в горшках дочерикал я на вашей горшке я работаю только в открытом грудь извините за выражение наболела вот я вскрыл не дожидаясь весны красиво торфи красиво вот эти удобрения с польши вон корень 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 бедный несчастный никакого соответствия но задача сохранить хоть что-то живое а вот этот вот в горшке здесь более-менее вы знаете ну это даже можно сказать на хорошую четверочку с плюсом здесь корневая для горшка вот ребята как-то так давайте будем все давайте будем все как бы жить правильно стараться не дурить не обманывать не превышать цену значит делаем неглубокую ямку боковой прикоп опять же на чистом месте от мышей я не знаю едят мыши фурму не едят лучше не проверять вот присыпаем притаптываем и готовимся к зиме чтобы было укрытие вот там листья меня хватает в сухой укрыл спонбондика что-нибудь нужно что-нибудь придумаю а пока пока морозов нет не надо спешить накрывать никогда хранение подвоев фурмы виргинской да собственно любых подвоев на зиму вот траншейка ложится наклончик небольшой глубоко засыпается почти до самых кончиков и таким образом хранятся до весны с вами был Александр Миколенко заходите на наш сайт медвено.нет ну садим хурму пытаемся я сколько я смогу себе высидеть но я выбрал себе естественно лучшие по двое вот такие ну штук 300-400 я больше не рискую потому что проблема это не черешня которую с дошел а а а а а Продолжение следует...